Аральская катастрофа Сотни тракторов делают рвы. Через несколько дней в них наберется влага, после чего начинается сам процесс возделывания. Сажаются роски с Аксаула, привезенные из специальных питомников. Здесь будет город-цад. Это строки из произведения Майковского. Наверное, трудно представить, но всего лет через пять дно осушенного орала будет выглядеть вот так. Вообще, озеленение и облесение дна Аральского моря – это не только улучшение экологической ситуации в Каракалпахстане. За этим стоит целая программа по комплексному развитию региона в целом. Кроме Аксаула, здесь будут посажены и другие растения, которые послужат кормовой базой для домашнего скота. А значит, и животноводство будет развиваться. А если говорить масштабнее, то с улучшением экологической обстановки в регион придут серьезные зарубежные инвестиции. Ведь здесь колоссальный потенциал для развития индустрии туризма, строительства, сельского хозяйства и других сфер. Когда инициатива, задуманная президентом, будет воплощена в жизнь, Каракалпахстан заживет совершенно иной жизнью. Спасем орал вместе. В Узбекистане предложили Казахстану заняться озеленением и восстановлением экосреды Аральского моря. Чтобы помочь природе справиться с последствиями катастрофы, наши южные соседи на дне высохшего водоема выращивают молодой саксауловый лес. На территории Узбекистана сохранилось только западное побережье Аральского моря. Но с каждым годом оно уменьшается на 60 сантиметров. Из-за экологической катастрофы на грани исчезновения находятся местные флоры и фауна. Страдает природа. Но еще больше – люди. В регионе увеличилась заболеваемость раком легких и туберкулезом. Здесь засуха. Из-за этого пыль поднимается вверх и попадает на лицо, в глаза и в рот. На вкус она очень горькая. Со дна высохшего моря ветер поднимает тонны соли, песка и пыли. Водоем уже не спасти. Залить водой пустыню невозможно. Но можно посадить в песках лес из саксаула и полыни, чем и занимаются местные жители. За последние несколько лет растениями уже засадили больше миллиона гектаров земли. Облетая на вертолете территорию бывшего легендарного водоема, по-настоящему начинаешь оценивать масштаб начатой работы по спасению орала. Обрабатывается почва сотен и сотен тысяч гектаров территории, которую уже через считанные годы будет трудно узнать. Итак, работа по созданию лесных зон в Каракал-Пахстане идет полным ходом. День за днем обрабатываются все новые и новые гектары дна сушного орала. Саксаул может расти в соленой почве, а саксауловые рощи могут сдерживать ветер, не давая соленой пыли подниматься вверх. Мы бы хотели, чтобы и наши соседи подключились к данной работе. Я имею в виду лесоводы Казахстана. Я предлагаю разработать единую систему лесоминеративного освоения осушенного дна, включая Узбекистан и Казахстан, где будут введены типы додных отложений, процент зарощенности естественной растительностью. Мы, конечно, решаем эту проблему в Узбекистане, но ветви дуют от Казахстана. Вот они будут двигаться со своей стороны, мы со своей стороны, и через 5-7 лет мы встретимся на границе. Я действительно удивлена и поражена масштабами проведенной работы. И благодаря усилиям узбекистской стороны, эта проблема будет в скором времени решена. Но то, что сейчас мы видим, результат впечатляет. По словам специалистов, ежегодно с дна моря ветром выносятся десятки миллионов тонн солей и пыли. Они разносятся на тысячи километров. Решение высаживать именно Саксаул не случайно. Это растение неприхотливо, прекрасно выживает в суровых условиях пустынь. Кроме того, одно такое дерево позволяет остановить до 4 тонн песка. План на этот год озеленить 250 тысяч гектаров. 250 тысяч гектаров – это самый большой объем. Мы здесь ежедневно с самого рассвета. Осложняет работу ветреная погода, которая поднимает песок. Нам нужна дополнительная помощь, потому что чем быстрее мы будем работать, тем лучше будет экология. Сейчас эту работу ведут сотрудники лесхозов Аральского и Казалинского районов. Осенью к высадке будут привлечены специалисты лесного хозяйства со всей области. Однако текущее состояние их технической базы оставляет желать лучшего. Озеленение высохшего дна Аральского моря началось еще 20 лет назад. За эти годы различными методами удалось осуществить посадку Саксаула на площади больше 200 тысяч гектаров. А благодаря естественному процессу эта площадь увеличилась до 400 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего, но сам президент поставил задачу создать на рассушенном дне высокопродуктивные базы, создать рабочие места. Мы это сможем сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok